Думай, думай, что не ре, не намай, думай, что не ре, не зависай, что не надо, хорошо, если вы думаете, то отдай весь свечок. Знаете, важно сообщить движение, он должен начать это с броска. Это штрих, он достаточно, потом эффекты становятся где-то, где-то там, где-то через пять, да, через пять, через семь, при каждодневном этом упражнении. Но сейчас тут о том, что, я вам еще раз говорю, что не играть надо много, надо играть достаточно часто. Я часто люблю эту фразу Крэммера, когда его спросили, ну как вы так в совершенстве играете четвёртый каприз на ней? Он говорит, ничего трудного. Сейчас в день и так 20 лет. Вот и всё. Двойной стакан. Вот как обычно. Снова ещё раз. Вверх теперь. Значит, вот такими движениями заставить его ребёнка как бы играться. Вот сказать, не надо тебя учить. Играй и просто вот так играйся. Но он сразу, мне кажется, будет с другими чувствами идти. Ну и потом ещё я вам сейчас продемонстрирую ещё одного. Я, кстати, ничего не вижу, чтобы знали. Это не я. Есть такие камеры. Там в середине, вы знаете, вот это всё написано. Так, вниз. Вот это всё движение. Меньше не нужно. И целая мама последовательная шкафа. Зависит яйцо. Давай, номинонный тюрь. Объявим. Финал каприсополнения в 24-ом эре. Значит, то есть вот эти вещи надо делать абсолютно несколько раз. Ну вот примерно... Видите кофейно быстро? 45 минут мы отработали. Давайте мы похлопаем. Значит, вот такие... Это не значит, что только вот это. Вы можете, каждый может помнить свои приемы, какие угодно. Потому что я просто вас не это... Можно было тоже повторить двойные ноты без них, так? Да, если как, двойные ноты. Хорошо. Хорошо. Это тоже самое, что я показал вам, только что, октавы. Та же история можно и с октавами делать. Самое главное, это не надо играть много. Вот поиграли так. Поиграли... И вы тогда, вот смотрите, прошло 45 минут. Я же, я зашли... Я же так с ним не каждый, как вам сказать... Я кусочками там прошу и там. Я знаю, что вы мне можете сказать. Что вы побывете в наших условиях, и тогда будете себе обнимать. Каждый себе условие, я вам эту штуку скажу, создает сам. Вот вы, я намного старше здесь всех людей. Я вам говорю, каждый себе свои условия создает сам. Если вы захотите это сделать, вы сделаете. Если вы не захотите, вы знаете, найдется всегда жуткая, уважительная причина. Это известно всем и всегда. Значит, если нет времени совсем сократить, допустим, но хотя бы 15-20 минут, вы должны технологией заниматься. Иначе, если мы будем эти все вещи учить в концерте, или еще где-то, как говорил когда-то мой педагог, там еще, 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 далекие времена, одесские. Он говорит, зачем учить гавы, если они встречаются в концерте Чуйковского? Шутил. Так вот, мы часто, ведь это делаем, правда? И подготовленный, допустим, ребенок, и дается произведение, в котором он, допустим, не встречал это. Мы начинаем это учить в произведении. В результате зажимается и то, и другое, и третье. Ну, да, ну, это точно. Я вам скажу, тут вся штука, все-таки, все-таки вся штука психики. Если психика здоровая, вот Ленки Леви всегда говорили, вы знаете, вы можете взять любого ребенка, любого, какого хотите. Не берите ребенка с больной психикой. У всех будет тогда больной психикой. Ну, это же правда. У мамы, у папы, у педагога-идиота, он становится 20 месяцев, все это будет. Это обеспечено. Поэтому надо, если уж, если что-то это, особенно, я в этом деле шуминист, особенно у струнных инструментов. Там, где формуется интонация сходу. Вот тут и все. И ведь часто бывает, если ребенок сбежен, то вот, подожди, вы смотрите, шахватисты надо, ведь у них какая задача? Один другого растролить из деда. Да, да. И он будет зевать во все. Лаю зевет, там, и большой жастмейстер это делает. Но мы же видим, да? И Пиле не забывает 11 метров, и Марадона, и команда проиграла весь в текущем чемпионате мира. Но это почему? Это не потому, что он не может попасть. Это нарушен где-то психический какой-то сдвиг. Сто раз может попасть, один раз не попасть. Вот такой придется. И вот этот, знаете, так говорят, господин великий случай, он играет с нами жуткие вещи в жизни как таковой. Согласитесь. Вот заразду я уже вышел за грамот. Ну спасибо. Ведь у нас в чем-то и из нас. Как у минера и у сапера. Нам надо сырать один класс. И вот это теперь главное. Я поэтому могу говорить. Не долбашьте одно и то же место сто раз. Это ничего не даст. Это будет просто самобман. На десятый раз вы его будете играть чисто. На следующий день повторится, и все повторится сначала, как в песне. Надо играть, учить с первого раза. Не получилось ничего. Ничего. Ты все равно, ты самый у меня умный. Ты самая хорошая, ты самая хорошая девочка. Давай все, ничего не выждешь, а завтра. Вот в следующий раз ты подумаешь сначала. И вот поэтому вот эти микропаузы, я вам скажу, они играют великую роль. Это как пауза между точками, между словами. Мы же не замечаем, правда? Но это же пауза, что с вами приходит. Самая величайшая музыка, это пауза. Прав? Вот так. Теперь я готов ответить на ваши вопросы, если есть. А на равничное, две ненависти и одна нишина. Что? Две ненависти и одна нишина. Сразу почти что. Только... А, с чего? А, дай. Пожалуйста, я вам покажу. Вот тут, как ни странно, я вам скажу, надо начинать с секс. Значит, играешь так. Вот так, вот так вот. И самое главное, чтобы он успел, именно не зажимая ее, чтобы она успела. Подумай, скажу. Помогите ему своими пальчиками. Вот это очень трудный ход, правда? Его надо учить в последнюю очередь. Он говорит, поиграйся. Подойти, проверить. Не прилипи вот так, чтобы не ломал гринь, как говорят. А самый трудный ход, конечно, это вот это. Пусть так играет, не имеет значения. Потом выверите интонацию. Лишь бы она не зажималась вот в этим движением. И тут, и тут. Вот в этим движением. И, конечно, вот между пальцами. Ведь часто у нас кондит играет. Сейчас, покажу. И между пальцами уже все, конец. А еще сверху садится этот или этот. И процесс обеспечивает. Ну, так. Вот так, вот ямцы сразу начинают. Вот так, по гравмой тропе. Ну, что тут, Вашко, правда, цикаво звучит? Правда. Потому что, кстати, двойная нота, между прочим. На ухо ложится лучше, чем одна. Вот, если разобраться. Вот полипонический, как это ни странно, интервалический, вот этот ход, он осваивается лучше, чем одна нота. Одна нота может быть почкивая. Одна. А вот в соединении с другой, она уже может быть и чище. Просто надо приучать. И я Вам скажу, вот у нас ведь как? У нас где-то четвертый класс, правда? Перегнул. Ну, давай, теперь будем рады по две минуты. Примерно. А слух уже набит. А если бы он был набит с самого начала, на двойные нотки, допустим, в средстве отталки нужно. Отталки, чем легко, сразу слышно диссонанс, правда ведь? Буквально так. Да, придется потерпеть. Ну, что сделаешь? Все, 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 я знаю.